27 сентября – профессиональный праздник работников дошкольного образования. Это первая и очень важная ступень системы обучения и воспитания – фундамент будущего развития страны. Дальнейшая судьба детсадовцев во многом зависит от мудрости воспитателей, их внимания и призвания. В детском саду «Соловушка» есть одна особенная группа. Здесь занимаются ребята с серьезными проблемами речи. Чисто мужской коллектив. Маленькие разбойники и непоседы всегда в движении. Утихомирить их могут только занятия с конструктором. Это что за птички такие? Это птички. Процесс конструирования здесь построен творчески. По авторской методике Эльвиры Провозиной. Именно она три года назад начала осваивать с ребятами «Лего-мир» и добилась успехов. «Лего-книга», написанная в 37-м детском саду, не раз становилась победителем ярмарок инноваций. Занятия по этой методике высокоэффективны. Мы работаем с «Лего-технологией» уже третий год. Началом стало включение нашего детского сада в региональную инновационную площадку по внедрению «Лего-технологий», «Лего-эдьюкэйшн» в интеллектуальное, конструктивное развитие детей. По образованию Эльвира Николаевна – педагог-филолог. Окончила Воронежский университет. Работала в школе. А после декрета устроилась в детский сад. И вот уже 10 лет посвящает свою жизнь детям. Как гласит народная мудрость, воспитывая ребенка, пока он под стол ходит пешком. До 5 лет мы воспитываем, потом перевоспитываем. И вот мне нравится, что вот я соприкасаюсь с детскими душами вот именно в зачатке их развития. И когда они взращиваются, как цветочки, что у меня есть возможность прикоснуться к этому, помочь им в их развитии. Я получаю огромное удовольствие от своей профессии. В Соловушке 32 педагога. 10 из них, как и Эльвира Николаевна, высшей категории. И все они отмечают ее самоотдачу и человеческие качества. Говорят, что работать с таким профессионалом в одном коллективе – одно удовольствие. Эльвира Николаевна очень творческий, интересный педагог. Эльвира Николаевна эмоциональный, как я уже сказала. И вот когда она ведет деятельность с детьми, можно так сказать, что она растворяется в детях. Это все идет вот именно на уровне глаза в глаза с детьми. Она учитывает их индивидуальные возможности и способности. И, соответственно, деятельность дальнейшую строит в зависимости от этого. Пользуется уважением у коллег, пользуется уважением у родителей. Педагоги дошкольного образования сегодня получили цветы и поздравления. А самый главный подарок для них – это любовь воспитанников и их такие наивные, искренние пожелания. Я поздравляю, чтобы они были здоровы. Я поздравляю, чтобы они были красивые. Я пожелаю, чтобы у них куча цветов была. Я желаю, чтобы они были здоровы, сильные, красивые. Входи в наш фаду. Я хочу, чтобы они были мудры и красивые. Я хочу, чтобы они всегда не ругали детей. Я хочу, чтобы они были очень красивыми. Я желаю, чтобы воспитательницы были крепкими, здоровыми и хотели на войну.